Валерий Седов Торговый центр «Премьер» на Московском шоссе сегодня стал местом сбора практически всех сил быстрого реагирования регионального МЧС. 40 сотрудников и 15 единиц боевой техники. На самом деле ничего не случилось. Официально это были контрольно-пожарно-тактические учения. Вот только условия их проведения были вполне себе боевыми. С дымом, инструктажом, громкоговорителем и сиренами. Ранним утром у торгового центра «Премьер» неспокойно. Сирены и тревожный голос из громкоговорителя. Большое количество пожарных машин, как будто происходит что-то масштабное. Но, несмотря на эпичность происходящего, беспокоиться ни о чем трагедии не случилось. Это всего лишь плановое учение. Цель этих учений – проверить готовность к произведению границов и снижение учения к действиям. От дышения пожаров возможности проверить цену. Цель этих учений – отработка действий и действия к дышению пожара. По легенде, очаг возгорания на третьем этаже в детском центре. Основа сценария – печально известный случай в Кемерово. Все началось с сигнала, поступившего от противопожарной системы. Роль каждого огнеборца понятна. Действия, доведенные до автоматизма, точно так было бы и в реальной чрезвычайной ситуации. Нам пришел сигнал с системой мониторинга децентрами пожарной связи. И, соответственно, по этим сигналам были уже отработаны все действия. То есть, по штатам, грубо говоря. И, в общем-то, здесь уже смотрели на месте, как произведение будет работать. Особое внимание влиялось действия на течение пожара. То есть, они у нас здесь не поменялись, потому что грамм пожара повышался. В условно задымленном здании сотрудники МЧС обнаружили 17 пострадавших. Их эвакуировали и оказали медицинскую помощь. В процессе учений пропала связь с одним звеном. Бойцы отработали его поиск. Постарались выяснить причину, ведь это сегодня никому ничего не угрожало. Но такая ситуация может возникнуть в реальности. По словам руководящего состава управления, с задачами расчеты справились. В реальных условиях теперь должна работать мышечная память. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Систему QR-кодов в Рязанской области отменят. Такое распоряжение губернатора опубликовали в пятницу 25 февраля на сайте газеты «Рязанские ведомости» официального ретранслятора власти. Согласно документу, с 28 февраля для посещения общественных мест, таких как кинотеатры, театры, цирки, музеи, библиотеки, концертные залы, фитнес-центры, плавательные пассейны, арена для хоккея с шайбой, футбольные стадионы, стадионы для занятий легкоатлетикой, рестораны и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетерии, рестораны быстрого питания и самообслуживания, бары и иные предприятия общественного питания, бани, сауны, аквапарки, парикмахерские, торгово-развлекательные центры и комплексы, салоны красоты, не потребуются QR-коды и медотводы от прививки. Прививку от ковида в Рязанской области уже сделали больше 620 тысяч человек. Большая часть ревакцинирована. Мы внимательно мониторим ситуацию. Об этом на заседании антиковидного штаба заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Единый центр вакцинации станет надежным счетом для снижения заболеваемости, добавил он. Пандемия в ее фатальном понимании медленно, но верно идет на спад. Из информационной повестки коронавирус по понятным причинам выпал, но глобально никуда не ушел. Его облегченная версия и скорость выздоровления от нее внушают пока осторожный оптимизм. Цифры это подтверждают. Ежесуточное количество заболевших с полутора тысяч упало до 900. Всего на территории региона зарегистрировано 98 567 подтвержденных случаев заболевания. Показатель заболеваемости составляет 8 972 на 100 тысяч населения. Это на 17% ниже показателя по Российской Федерации. Переболело уже более 9% населения области. Ключевое слово в снижении цифр – вакцинация. Единый прививочный центр – один из первых таких в России. К ремонту здания под него подходили тщательно со всеми регламентами безопасности. Его пропускная способность – 1200 человек за рабочую смену. Все должны знать, где находится, как доехать. При необходимости, опять же, организовать бесплатный подвоз нужно. То есть, все вот здесь должно быть так же продумано, как и в предыдущем случае. Ревакцинацию в правительстве считают самым важным шагом в дальнейшей остановке пандемии. Цифры пока благоприятны, и региональные власти уже готовы снять все ограничения. Но будут это делать только после отмашки Роспотребнадзора. С осторожным оптимизмом. Максим Васильев, телекомпания «Город». В Рязани появился новый памятник. Открыла его строительная компания «Капитал строитель жилья». И сделала это в знаменательную дату – Международный день оптимиста. Это хотят сделать славной традицией – отмечать этот день в ЖК «Бульвар оптимистов». Подробности далее. В жилом комплексе «Бульвар оптимистов» не до скуки. Звучат зажигательные песни, выступают яркие коллективы. В общем, настроение у жителей домов соответствует событию. Оно и понятно – 25 февраля в Рязани открылся памятник оптимисту. Мы надеемся, что этот молодой человек, смотрящий в будущее, будет каждый день радовать вас, что, глядя на него, вы захотите совершить что-то новое. У пьедестала мечтательного романтика рязанцы решили зародить новую традицию. Здесь можно загадать желание, бросив монетку. И оно обязательно сбудется. Загадать желание пришла и Анастасия вместе с детьми. Девушка живет в новостройке «Капитал строитель жилья» на проспекте «Бульвар оптимистов». Современный дом, безопасная площадка, бульвар хороший, очень нравится, территория закрытая. Сегодня можно и самим увидеть, как живет Анастасия. В новостройке «Капитал строитель жилья» организованы экскурсии по шоурумам. То есть здесь можно не только по уютному двору прогуляться, но и пройтись, возможно, по своим будущим квадратным метрам. Мы не строим жилье, в котором невозможно жить. В нашем ассортименте нет 20-30 метровых квартир. Минимальный размер наших квартир – это 40-45 метров. Комфортная смарт-планировка дает возможность комфортно проживать в семье из трех и иногда более человек. Кроме квартир можно увидеть и то, как оборудованы сами жилые комплексы. В каждом детские комнаты, где мамы могут провести время с детьми, отметить день рождения или провести мастер-классы. Есть бесплатные спортзалы и даже лобби. Записаться на экскурсию в новостройку от «Капитал строитель жилья» можно в любой день. Помимо жилых квадратных метров, которые, конечно, важны для каждого дольщика, мы все-таки большое внимание уделяем придомовой территории. У нас наши дома располагаются только в районах с развитой инфраструктурой. Детские сады и школы располагаются всегда в шаговой доступности. Помимо этого, наша придомовая территория всегда обеспечена большими парковочными зонами, которые обязательно отделены от детских площадок, чтобы дети находились в полной безопасности. Сами детские площадки отвечают современным требованиям. Большие квартиры, удобный двор и развитая инфраструктура, достоинства ЖК «Бульвара оптимистов» уже оценили многие гости мероприятия и наверняка успели загадать желание с монеткой, чтобы у них тоже была уютная квартира с развитой инфраструктурой от капитал «Строитель жилья». Выставки детской творческой студии «Калибри» всегда отличают особый взгляд на мир и действительность. Вот и в этот раз темой для очередного мероприятия стали летающие лошади. Образ не случайен, в нем заложен отсыл к труду, пахоте и вдохновению, вырастающим крыльям. И то и другое сближает художников-творцов с прекрасным благородным животным. Итак, в этот раз юные художники представили на суд зрителей изображение лошадей. Конь не просто животное. В разных культурах ему приписывались чудесные свойства. Считалось, что лошадь обладает волшебными силами. Лошадь, конь – это же славянский символ, очень-очень важный, потому что конь представляет собой образ солнца для русских людей. И даже изба – это был тоже образ коня. Впереди, на крыше, был вырезанный конь, голова коня. И сзади мочало, был хвост даже. Четыре угла избы – это были четыре ноги коня. И печь даже в середине символизировала вечно такой вот животворящий огонь. Символично и то, что каждый, работая над темой, изображал немного себя, своего внутреннего мира. Лошадь – это символ еще и творческих людей, которые прежде всего пахали. И только после тяжелой паходы вырастают крылья, и ты можешь порхать, как бабочка. Поэтому дети сегодня у нас, вот видите, ходят по облакам, потому что, ну, они хорошо попахали, поэтому эта выставка уже как результат. Не только рисунки, но и роспись по ткани на футболках. На этой выставке воспитанники студии нарисовали собственные фантазии на лошадиную тему на одежде. Стандартным быть неинтересно, быть предсказуемым не то, все думают, что ты лошадка, а ты бабамс и конь в пальто. Я люблю какие-то интересные образы, и просто лошадку было бы скучно нарисовать. Сказочный конек-горбунок и сивка-бурка – вполне реальные и грациозные скакуны, фантазийные и веселые лошадки. Им чащееся тройки разнообразие образов поражает. Эти кони обозначают зимние месяцы. Декабрь, январь и февраль. Вы вместе рисовали или по отдельности очень? Ну, мы рисовали по отдельности, но сидели рядом. Какую технику использовали? Как время много ушло? Ну, шло примерно 2-3 занятия. И как вам? Сложно было рисовать лошадку? Не очень. И только лошади летают вдохновенно. Песни из известного мультфильма про маленький секрет как нельзя лучше иллюстрируют эту выставку, а также характеризуют каждого участника, каждого юного, талантливого и трудолюбивого художника. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Несмотря на непростую ситуацию в мире, подготовка к Кубку мира по биатлону в среде профессиональных спортсменов продолжается. Контрольный старт в преддверии чемпионата прошел в Рязани на комплексе «Алмаз». В эстафете с восьмью огневыми рубежами приняли участие рязанские спортсмены и мастера биатлона мирового уровня. Биатлон – любимейший вид спорта российских болельщиков. Телерейтинги зашкаливают. Зрелищный, с накалом страстей и драматизмом. Не всегда предсказуемый для рязанцев. Этот вид спорта еще каких-то 10 лет назад был доступен только на экранах телевизоров. А сейчас комплекс «Алмаз» и спортшколы по зимним видам спорта открыты каждому. Было бы желание. Вполне хороший биатлонный комплекс для юниоров, юношей, ветеранов. Да, 90% работы, которую нужно делать в сезоне, этого в стадионе вполне достаточно. Может быть, какие-то скоростно-силовые или рельефные трассы. Но для этого обычно ездят на высоту. Поэтому 90% тренировочного процесса для мужчин. В принципе, наш стадион подходит. В России 55 региональных федераций. Среди них есть сильные регионы с хорошей материальной базой и количеством занимающихся. Есть молодые комплексы, где лишь начинается история биатлона. В Рязани биатлонная база очень молодая, но уровень уже довольно приличный. В таких условиях заниматься, тренироваться, я думаю, мечтает каждый начинающий биатлонист. Хорошая инфраструктура, стрельбища, раздевалки. Каждый год все совершенствуется. Видеоэкран появился. Обеспечивается видеотрансляция почти как на Кубке мира. Поэтому здоровься. Кстати, Виктор Майгуров, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, тоже бежал на алмази и стафету. Соревновался с другими известными биатлонистами. На счету еще одного нашего бывшего сборника Андрея Маковеева 10 призовых мест на этапах Кубка мира, в том числе 7 в личных гонках. Сейчас развивается очень активный детский биатлон, детско-юношеских спортивных школ очень много, которые имеют пневматическое оружие. И я думаю, что в скором будущем мы получим уже поколение новых биатлонистов, которые начинали именно с пневматического биатлона. Имена рязанских биатлонистов уже звучат на соревнованиях всероссийского уровня. В этом году Олег Юношев, Анна Тинякова, Юрий Харлин, воспитанники спортшколы «Алмаз» занимают призовые места на чемпионатах Центрального федерального округа и России. Возможно, спустя время кто-то из них взойдет на пьедестал международных состязаний. А пока мастера биатлона оценивают прошедшую Олимпиаду и выступления российских биатлонистов. Я бы отметил, так или иначе, позитивный рост результатов нашей команды. У нас есть как опытные спортсмены, так и молодые. Я считаю, что у них есть хороший потенциал. Олимпиада для многих была впервые в жизни. Это тоже определенный стресс. Они ее получили и в будущем, я думаю, будут с пользой его использовать. Евгений Гораничев, бронзовый призер Олимпиады в Сочи, трижды чемпион Европы, многократный призер этапов Кубка мира. Тоже пробежал эстафету на «Алмазе». А после мы спросили и его, чего же не хватило российским олимпийцам, чтобы привезти золото. Это, я думаю, одна из самых тяжелых олимпиад, которые там бежал и Александр. Даже не то, что олимпиад, а трасс. Такие погодные условия, равнина и практически негде. Нету мест, где можно сесть и, допустим, отдохнуть со спуска. Первое место в эстафете на «Алмазе» у команды Евгения Гораничева. Вторыми изначально шла команда Сергея Колесникова. Но спортсмен на одном из рубежей выстрелил не по своим мишеням. Несмотря на попадание, ушел на четыре штрафных круга. Таковы законы спорта, суровые и нетерпящие ошибок. Однако без поражений, как известно, не бывает больших побед. И биатлонисты это отчетливо понимают. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова